За Андреем Стрелец агробизнесменом из Северного Казахстана прочно закрепился статус экофермер. А все потому, что он при выращивании овощей, того же картофеля, решил использовать оригинальную технологию обогащения почвы. Чтобы повысить качество, фермер начал удобрять ее биогумусом. Помощниками в организации эко-земледелия Андрей взял дождевых червей. Именно они и вырабатывают ценное удобрение. Производители биогумуса аграрий привез из России. Причем червей он закупил особой породы – старатель. Для наших регионов он более оптимальный. Во-первых, он более плодовитый и он всеядный. Он легко переходит с одного корма на другой. Основа корма старательных работяг – навоз, а также любые органические отходы – бумага, опилки, сена, солома, остатки еды. Удобрение, которое производят черви, богато гуматами и гуминами, которых так не хватает в наших истощенных почвах. В естественных условиях эти элементы накапливаются в земле десятилетиями. Например, лес. Один сантиметр биогумуса, если эту почву не используют, накапливается от 17 до 25 лет. Мы вот четвертый год вносим по тоне на гектар, мы уже 30 сантиметров накопили. Кстати, продукцию здесь выращивают без полива. При этом агрофирма показывает более высокую производительность по сравнению с теми же хозяйствами, которые используют в производстве овощей систему орошения. Сейчас мы в среднем получаем 40 тонн с гектара. Хозяйство, которое использует более современные технологии и технику, ну, до 30 тонн получает с поливом. Плюс ко всему биогумус укрепляет иммунитет растений. Благодаря удобрению картофель вырабатывает хитин. Это вещество отпугивает вредителей колорадского жука и проволочника. Также удобрение содержит все макро- и микроэлементы, нужные для роста растений. Благодаря удобрению биогумусом питательные свойства картофеля, выращенного на этих полях, в три раза выше по сравнению с обычным. Содержание витамина С у нас 40 показателей. Содержание сахара 2,2. Содержание крахмала от 18 до 24. Это очень высокие показатели. Такой экологически чистый и питательный продукт и его семенной материал фермер реализует не только в своем регионе, но и отправляет в Астану, Алматы и даже Москву. Причем цена на картофель в 4 раза выше рыночной. И тем не менее, спрос на него держится. Помимо клубней у отечественного фермера приобретают и сам биогумус. Удобрения готовы закупать издалека. В списке импортеров Кабардино-Балкария, Омск, Екатеринбург, Киргизия. Сейчас Андрей ведет переговоры о поставках в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В планах фермера построить завод по производству жидкого биогумуса. Он будет удобнее в применении, а также дешевле для потребителя. Кстати, для отечественных производителей биопродукций открываются большие перспективы. И все благодаря новому закону об органическом земледелии, принятому в республике. Он стимулирует развитие этого сектора агробизнеса. Со временем мы сможем выйти и на мировой рынок биопродукции. Его емкость уже сегодня превысила 50 миллиардов долларов.